Ииии всем привет ребят! С вами Старваник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровому видосику с очень интересным вооружением, которое в последнее время, ну последнее время это если учитывать, можно даже сказать, последнее обновление, которое у нас произошло, изменилось в своем действии, ну и соответственно в балансе. Сегодня мы будем тестировать магнум, магнум с дефолтным, замечательным гарпунчиком. Что касаемо корпуса, здесь я выбираю викинг и отправляюсь в матчмейкинг. Для тех, кто не знал, у нас наконец-таки в игре произошло обновление, в котором пофиксили баг, ну либо частично пофиксили баг, с тем, что не проходит урон на практически всех пушках. Поэтому магнум снова должен жить, должен нагибать и по идее это должно быть жесткое возвращение магнума в матчмейкинговые бои. Так это или нет, сегодня вместе с вами мы протестим, посмотрим, скатаем два, может даже три боя, потому что первый тут стадион нас пикает. Я бы не сказал, что он идеальный для теста. Ну и, как я уже сказал, викинг магнум по устройству гарпунчик и по дрону, конечно же, бустер. Лучше бустера ничего нету. Почему именно викинг? Можно использовать какой-нибудь другой корпус. По идее можно было бы использовать хорька, но сейчас хорек не такой жесткий, как был раньше, поэтому я на дефолтике на викинге попробую поработать. Посмотрим, получится, не получится. Как уже сказал, карта может быть не идеальная, но постараемся, посмотрим, получится. Будет вообще супер круто. Если нет, то значит в другом бою должно заработать наше магнумное нагибающее вооружение. Ну и я, конечно, надеюсь на, ну хотя бы, хотя бы, хотя бы, хотя бы какую-нибудь два цулю, три цулю. Не, ну 20 даже это будет мало. 30 киллов. Если по 30-точке за бою будем давать, то я думаю, что мы сможем констатировать факт того, что магнум вернулся. Но для этого нужно работать, стараться давать как можно больше киллов. Магнум не ваншотает, дает по 3 500, к сожалению, но это я считаю, что особо не является помехой. Если постоянно давать фулл сводку, то перезарядка 2 секунды с гарпуном. Ну и за счет этого можно довольно неплохо накидывать. Плюс на викинге с гарпунчиком на овере лучше всего, как бы, себя чувствовать будешь. На других устройствах, ну, довольно-таки тяжело моментами попадать, когда у вас есть овердрайв. Поэтому здесь мой выбор падает именно на гарпун. Хотя есть и другие интересные устройства. Так, первый килл, второй с овердрайва. Хороший, пошел. Сюда, 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 сплэш, сплэш. Но я добил только одного типа. Еще добавку в 3 500 накидываю. Ну и вот тот самый урончик, который должен быть всегда на магнуме. Которого у нас не было. Уже 13 киллов. Если быстро, качественно зарабатывать овердрайвы и грамотно их, ну, хотя бы даже не то, что грамотно, но хотя бы там на 3 килла использовать. То я думаю, что 30 киллов это вообще легкое. Просто легенькое для этого магнума. Поэтому стараемся, стараемся дать как можно больше. Ну и, конечно же, играем на победку. Пока 14 киллов в той катке, в которой я зашел, когда было где-то около 5 минут до конца. Я считаю, что это неплохой показатель. При том, что это у нас стадиончик. А стадиончик, ну, не супер бомбически подходит, наверное, для викинга магнума. Но мы, я думаю, не отчаиваемся. Стараемся давать как можно больше киллов. Уже 17. Очень неплохо работает. Я уже, не, не одну даже, две катки сыграл на этом магнуме. Вчера на стриме, поэтому уже могу полноценно записать для вас видосик. И уже протестировать всю мощь магнума, который наконец-таки, наконец-таки, ну, как по мне, вернулся. Определенно, да. Из того, что было у нас раньше со этим сплэш уроном, это было вообще просто гобылье. Сначала был очень хороший, потом якобы разработчики написали, что это была ошибка, что сплэш должен был быть маленький. И все, и сплэша вообще на пушки не стало. Что-то там перерубили. И полная габелла произошла с магнумом. Ну, а сейчас магнум очень крут. Прямо очень крут, мне нравится. Всегда бы он такой бы оставался. Цены бы не было. Так, есть овердрайв, но нет пока что хорошей позиции для реализации. Так, надо, чтобы противников чуть побольше открылось в центре где-то. Тогда можно будет дать овер. Но они особо не живут, если честно. Так, а где мы можем прожать овердрайв? На их базе, где-нибудь через верх можем прожать? Я думаю, что можем. Какая сервиса с поджогом? Я такого не видел. Так, ладно, давайте прожмем тут. А то иначе проиграем весь тайминг. И потом... Ой-ой-ой! Потом будет габелла, а я сам себе даю. 45 уже точек, неплохо. 20 киллов, конечно, это не суперрезультат. Я стараюсь больше сконцентрироваться, конечно, на киллах. Поэтому, может быть, где-то чуть меньше что-либо говорю. Все-таки для меня магнум не является какой-то профильной пушкой. Я на нем особо жестко играть не умею. Поэтому будем стараться делать как можно больше киллов. Ну, за полбоя 21 килл. Я считаю, что это неплохой результат. Скатаем еще одну каточку в контроле точек. И потом, я думаю, что завершающую можно будет сыграть в TDM-очке. TDM-очке уже в обычном режимчике, где можно покерять противника. Посмотрим, что там покажет магнум. Ну и главное, конечно, чтобы вот так резистов не было много. На то, когда в катку прогружаешься, и здесь 4 резиста от магнума, ну, как-то такое себе. По ощущениям сразу кажется, что ничего не покажет магнум. Хотя он, ну, он вроде не нагибает. Зачем столько резов берут? Это вопрос. Это вопрос. Может быть, пати против кинуло из игроков, которые играют на магнуме. Но не расстраиваемся. Пробуем. Пробуем, пробуем давать. Даже против 4 резистов. Так, стараемся накидывать урончик. Есть также критический урон у этого замечательного магнума. Поэтому пробуем поработать. Ну, в таком бою, если даю где-то около 25, то это неплохой результат. Меньше 25, это опсы. Прям очень мало буду. Ну, и какая-то командочка у меня не сверх нагибаторская против. Ребяточки начинают нас жестко дергать. Ну, да, против 4 резов. Шансов у меня лично много не будет. Надо, чтобы мои тиммейты уже что-то пытались сделать. Как-то саппортили, что ли. Пробуем выдать неплохой. Ой, хорошо, с критом залетает. Хороший с критом залетает магнум. По резистику. Пробуем здесь накинуть. Не сказать, что много. Ну, пробуем хотя бы геночку. Геннадия Хазанова хотя бы чпокнуть. Геночки тоже чуть-чуть насунули, но маловато. Так, совсем скоро будет овер. С овера надо точно давать шестерочку хотя бы. Пятерочку, шестерочку в такой катке. Иначе у меня вообще не получится ничего здесь дать. И это будет провалище полное. У нас еще один магнум появился. Так, начали точки захватывать. Хорошо. Это хорошо. Точки это очень хорошо. Есть шансы, значит. Хоть какие-то. Здесь магнум в землю, конечно, прилетает не супер бомбически. Так, есть овердрайв. Главное, чтобы сейчас... Хотел сказать, главное, чтобы титан купол не прожил. И он сразу жмет купол. Ладно, ждем. Пока пропадет купол. И потом уже стараемся дать овер. Наверное, где-то около центрика сейчас надо. Ой-ой-ой, хорошо. Очень неплохой тайминг. Может быть, прям час. Хотя бы даже для такой простой накидочки. И сейчас... Давайте попробуем. Не знаю, получится ли, не получится. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, впустую овер просрал. Ой, насколько обидно. Да... 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 Ну только я так умею овердрайвы впустую просирать. Но мне безумно нравится то, что наконец-таки на магнуме проходит урон. Наконец-таки стабильно урон проходит. Это очень круто. И можно сплошом также давать скиллы. То со сплошом были вообще безумные большие проблемы. И вообще с выстрелами. Сейчас наконец-то это пофиксили. Можно себя более-менее комфортно чувствовать. Но здесь надо реализовывать овердрайвы. Если не реализовывать овердрайвы, то... Все остальное фигня полная. Шанс на камбэчную, конечно, у нас еще есть. Будем стараться. Но если не будет получаться реализовывать овердрайвы, то ни киллов здесь не будет хороших, ни камбэка по ощущениям. Потому что противник какой-то очень жесткий попался. И нас прям дико натягивают. 1700 с бустера. Еще добавку. Два выстрела с бустера можно дать при 100% сводке. Это тоже очень неплохой показатель. Для такого сочетания. Так, ну и точку хотя бы отхватим. А, захватим даже. Не то, что отхватим. Даже захватим. Хорошо. Еще накидочку оформим. Он, наверное, сейчас прожмет свой замечательный купол. Попробуем немножко покатать его. Покатаем чуть-чуть. И чуть-чуть на накатике. Овердрайв есть. Так, ну сейчас точно надо давать киллы. Сейчас точно надо давать киллы. Иначе это просто пул. А, ну вот здесь викинг опять прожимает овердрайв. И в этот раз не попасть. Так же самое. Я не прожил овер и какой-нибудь викинг прожимал вместе со мной. Тогда будет вообще полная габела. К слову, насчет... Вот человек играет на замечательном молоте. Который у нас подвергся тоже изменениям. Я могу сказать, что он сейчас себя, ну тоже так себе показывает. Обновление повлияло на него в худшую сторону. Там пофиксился супер тот дэмэдж, который был у него раньше. И теперь я не знаю, возможно даже стоит будет тоже пообозревать молота. Но он прям очень сильно отличается. Так, ладно, прожимаем овердрайв и лак серва. Ну это просто жесть. Ну, анлука какая-то. Полнейшая анлука. Прожимать овердрайв и ловить лак сервера на прожатии овердрайва. Силтовая темочка. Не повезло. Ладно, не будем расстраиваться. Проигрываем бой. И отправляемся в следующий. В двух боях мне не получилось показать. Ну ладно, в первом получилось в принципе показать. Более-менее. Но здесь против четырех резов. Я думаю, что практически на любой пушке против четырех резов очень тяжело. Поэтому третье решающее. И вот здесь вот уже должно все сложиться. Если в первое нас кинуло в пол боя, во второе нас кинуло в начало боя в хорошую карту, но с большим количеством резистов, то здесь должна быть и карта хорошая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну ладно, карта не такая хорошая. Но на ней явно поработать можно. Поэтому пробуем, смотрим, что у нас будет получаться. Если в упоре стоит два танка, то практически по второму проходит такая же максималка. Это значит, что сплэш явно доработали. И теперь уже есть хоть какой-то смысл. Возвращение и игры на этом замечательном магнуме. Мне, наверное, стоит сейчас либо занимать центральный мост, либо вообще пушить на вражеский респаун, и там от вражеского респауна уже пытаться сливать. Наверное, вот такие решения должны быть сейчас, дабы дать как можно больше киллов. Иначе, наверное, ничего не получится. Есть овердрайв снизу, который можно тоже проконтрить. Хорошую тычку даём по диктатору, и сразу же отправляемся на пушинг. На пушинг. Так, здесь молодые хотели мой овер забрать. Не получилось, не фортануло. Ещё хорошую тычечку бы дать какую-нибудь с этим овердрайвом. Было бы супер. Отправляемся на респ. Давим. Попробуем дать верх. Нет, верх не залетает такой жёсткий. Тогда даём от упора. По двоим. Хороший. Опять тысяч. Рабочий выстрел. Для магнума. И ещё одну тычку, но уже добиваю себя. Так, овердрайв надо реализовывать прямо сейчас. Открывается верх, кстати. И можно попробовать сейчас дать ту разваливающую кабину, которую я любил очень давать раньше на магнуме. Это просто тотальный... Тотальный дамаг жёсткий. Плотный. Вот такой вот. Только теперь надо, чтобы цели подставлялись какие-то хотя бы. Но... Ничего не подставилось. Я ещё её себе и убил. Ещё и тиммейта в минус кинул. Ладно, пока что у нас какой-то... Такой себе развальчик, конечно. Наговорил много. А на деле не получилось реализовать того, что я хотел. Так, против Гаусс, отключающий расходку. Это может сыграть как в плюс, так и в минус. Так, здесь ваншот. И сюда также ваншот хороший залетает. Но урон проходит стабильно. Хоть у меня и не особо сильно получается по киллам. Пока что. Может бои какие-то не совсем удачные. Но... Поверьте мне. Магнум вернулся на 100%. Даже несмотря на то, что... Мне особо не фартит. И я немножечко... А может и немножечко нубло. Всё равно. Это... Комбиночка. Это просто бомба. Бомба. Зашёл в катку. 14 киллов. Противник во первом у меня тоже 14. Если дам больше, то это уже будет нормал дэнс. Паруши выстрел. И здесь добавку надо. Хорошо. Ещё. Три с половой накинули. Так. Ну и теперь отправляемся уже пушить, наверное. Сейчас... А, был уже, наверное, овердрайв, да? Да, овердрайв, наверное, был. Вверх хотел дать снова. Там был перебор по верху. Такое на гарпунчике не залетает. Поэтому мы просто едем на вражеский респаун. У нас ещё времени полным-полно. Главное, чтобы здесь находился противник. И уже от этого можно было накидывать неплохой дэмэдж. Хорошо. Плюс. Плюс респ. Добавлять надо сейчас с респа ещё. Есть пару респов. Даём килл раз. Даём овердрайв два. И противника... Противник в себе везде где-то. Ты-ка пойми где. Не получается пока что реализовать овердрайвы. Но по киллам двадцатка есть. При том, что это в очередной раз начатый бой. Блин, чуть не дал. Чуть не дал. И Гаусс мне сразу показал моё место. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Ну и ладно. А мы будем кушать дальше. На свою... Блин, ну хотя бы... Двадцать пяточку. Полторы минутки у нас есть ещё. Даже уже меньше. Попробовать дать. Овердрайв есть наверху. Вернее на центре. Даём, даём, даём за овердрайвом. Хорошо. Овер подбираем. Ну и всё. У нас есть одна лишь возможность реализации этого овердрайва. Если я сейчас её не реализовываю, тогда всё. Тогда я лох. Печальный. Печальный лох. Который не смог реализовать овердрайв ни разу. Ни разу. За данный видеоролик. Это будет габельё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да. Да. Шикарная карта. Для реализации овердрайва на Виконга Магнуме. Тем советую также грамотно прожимать овердрайвы. И при этом двадцать двойка. При этом двадцать двойка. Да. Даже с такой шляпой усатой. Поэтому, что я могу сказать. Обнова, которая произошла у нас где-то, наверное, неделю, может, чуть больше назад. С изменением с тем, что теперь у нас наконец-таки на таких пушках, как Магнум, проходит урон. Засчитано. Работает. Всё. Чётко. Грамотно. Аппетитно. Сочно. Но, к огромному моему сожалению, я не смог раскрыть вооружение на максимум. Вчера у меня на стримах получалось давать по сорок киллов. Сегодня что-то как-то не пошло. Ну, понятное дело, что там, где против резистов играл, там Габелье. Ну, на стадике, в принципе, неплохо. Но есть карты, где можно намного качественнее и грамотнее реализовать данное замечательное сочетание. Поэтому всем Магнумоводам могу сказать, чтобы вы вновь попробовали поиграть на этой пушке. Потому что, наконец-таки, она вернулась. Борисик явно рад. 100%. Борис сейчас будет ещё больше играть на нём, на этом Магнуме. Ну, а те ребята, которые не играют на пушке, но не хотят страдать, то обязательно теперь 100%. Если вот вы в последнее время не брали рез уже от Магнума, потому что их особо не было. И они особо не нагибали. То сейчас явно то самое время, когда стоит обратно взять этот резист. Потому что пушечка потихой возвращается. Я думаю, что, возможно, в ближайшее время запишем ещё какой-то видос на ней. Где уже, ну, получится дать что-то получше. Сегодня как-то такое себе не залетело. Но факт того, что урон проходит, это уже очень о многом говорит. И, наконец-таки, обновление Ореха, которое так долго ждали, появилось. Как-то так, друзья. Если понравился видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и те ребята, которые до сих пор, возможно, не знают. У нас в игре появился тег создателя контента. Мой тег называется TeamP. Вот здесь вот вы можете выбрать его. Этот тег нужен для тех ребят, которые, например, поддерживают проект монетой. И если вы при этом поддерживаете проект монеты и хотите поддержать меня, то устанавливайте вот этот замечательный тег TeamP в тегах создателя контента, которые можно найти в настройках в аккаунте. У меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.